В преддверии нового учебного года в Орехово-Зуйском районе состоялась традиционная конференция педагогической общественности. Около 300 представителей из школ и детских садов района собрались в зрительном зале Центра «Спутник». Мероприятие прошло под девизом «Эффективность работы системы образования – главные условия повышения его качества». О том, что сегодня делает администрация района для муниципальной системы образования, рассказал глава Борис Егоров. В настоящий момент мы сейчас занимаемся оформлением документации под проектирование школы на 550 мест в Ликино-Дулево и пристройкой на 250 мест со спортзалом гимназии Куровское, для того, чтобы к 2020 году уже убрать вторую смену в школу. Сегодня система образования Орехово-Зуйского района показывает серьезные результаты. В этом году три нашей школы – Куровская гимназия, Мисцевская школа номер один и Войново-Горская – попали в топ-100 лучших школ Подмосковья. Давыдовская гимназия вошла в топ-200 сельских школ страны, а детский сад «Ромашка» города Куровской оказался в топ-10 детских садов России. Из полутора тысяч школ Москвы, Московской области, выбирают всего лишь 100 и 3 места там нашего района. Это о многом говорит, это, знаете, серьезная планка. Говорили на мероприятии и о проблемах системы образования. Сегодня в первую очередь это касается создания материально-технической базы современного уровня. Часть наших учреждений не имеет необходимой базы, ну, во-первых, потому что расположены в неприспособленных помещениях. Есть и такие школы, хотя по содержанию работы они не как раз отличаются. Но наличие специально оборудованных нескольких спортивных залов, отдельного большого пищеблока иногда наши результаты нивелирует. Ну, проблем очень много. Проблем очень много. Ну, во-первых, это, конечно, постоянно выделение денежных средств на ремонт Кровель. То есть школы довольно-таки старые. Мы сейчас, если асфальтом занимаемся, то Кровли текут. Лето дождливое. Это показало, что фактически 15 учреждений нуждаются от 500 до 800 тысяч в ремонте Кровель только на каждый объект. В завершении мероприятия лучшим педагогам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты главы Орехово-Зуисского района, губернатора и правительства Московской области, Московской областной думы. Продолжение следует...